Африканская пословица «Если вы умеете ходить, вы умеете танцевать». Ницше говорил, «День прошел зря, если я не танцевал». «Все во вселенной ритмично, все танцует», утверждает писательница и поэтеста Майя Ангела. Ну и одна из моих любимых цитат о танце. «Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем». Танец сопровождает человека, как песня, всю его жизнь. А в нем он находит выражение самых высоких чувств и самых тонких душевных переживаний. И в горе, и в радости, и в труде, и на отдыхе. Танец всегда с человеком. Знаете ли вы дату Международного дня танца? Да, этот день, 29 апреля, уже приближается. И в канун этого праздника свою концертную программу «Танго, вальс и не только» вам представляет эстрадный оркестр Государственной филармонии Газбранской области. Танцев существует много. Разумеется, вечных танцев нет. Они рождаются и умирают. И все же некоторые танцы выдержали длительное испытание временем. Один из них — вальс. Родиной вальса считается вена в эпоху комзонов и подлинных поляков. Именно в ней австрийско-немецко-народно-сельский танец Лендлер принял ту форму вальса, как он затем распространился по всем странам. Танец стал популярен на балах, в великосветских салонах, но хранители морали, ревнители этикета не могли сдержать негодование. То, что кавалер во время танца держал даму за талию, казалось неслыханной вольностью. Вальс пытались запретить, но он снова возвращался на балах. Говорят, что он распространился по Европе подобно эпидемии. В начале XIX века вальс стал популярным танцем во всех слоях европейского общества, но особенно в фильме расцвет вальса связан с творчеством австрийских композиторов Роберта Шумана, Франца Шумана, Иоганна Штрауса, а позднее и Иоганна Штрауса, сына, прозванного королем вальса. Вальсом Штрауса мы начинаем свою концертную программу. Играет эстрадный оркестр Государственной филармонии Костромской области, дирижер заслуженный артист Костромской области Сергей Гребенников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Борис Матрубель, я не буду на связи с Лирошкина, школа танца Лирогинского. Именно благодаря Штраусу венский вальс вышел за пределы 19 века и стал частью сегодняшней музыкальной жизни. Я помню вальса «Звук прелестный». При этих словах сознания русского человека, независимо от его возраста, образовательного и культурного уровня, возникает некий обобщенный образ, который условно можно назвать «русским вальсом». Причем этот самый русский вальс вовсе не венский вальс в стиле от Сайсина и Штраусов, не парижский с неизменным аккордеоном, не изысканный вальс Шопена. Русский вальс – совсем другое явление. Во многом благодаря тому, что в нем есть сюжет. В нем, если так можно выражаться о музыке, больше литературы. В вальсах русских, а на тему советских композиторов, разворачивается история от начала до конца, и мы можем ее представить. Это человеческие судьбы и переживания. Поэтому зачастую наши вальсы иллюстрируют романы, драмы, книги, а потом чуть позже фильмы. Вальс Валентина Левашова из кинофильма «Любовь и голуби» как раз из таких. На первый взгляд незамысловатый, однако душевный и проникновенный. Валентина Левашова – вальс из любимого кинофильма «Любовь и голуби». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дом и любви Русский вальс Нашу любовь Владя славит Русский вальс Нашу любовь Владя славит Русский вальс Нашу любовь Благослови Раймонд Пауз Бабочки на снегу Раймонд Пауз Раймонд Пауз Раймонд Пауз Раймонд Пауз Раймонд Пауз Раймонд Пауз КОНЕЦ 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 Знаменитый вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» был признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров 20 века. Создал его композитор Евгений Дога. Это прекрасная мелодия очаровывала зрителей и слушателей по всему миру, исполняясь на лучших концертных площадках планеты. Этот вальс, написанный Евгением Дога за одну единственную летнюю ночь, звучал на церемониях открытия и закрытия двух олимпиад в 1980 году в Москве и в 2014 в Сочи. В нем соединилась романтика и трагичность. Евгений Дога – вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Первое публичное исполнение танго «Ревность» состоялось в 1925 году на премьере фильма «Дон Ку» «Сын Зорро» в столице Дании, Копенгагене. Оркестром во время показа немого фильма дирижировал сам автор музыки Якоб Гаде. Что любопытно композитор сочинял ноты этого танго после того, как прочитал в газете заметку о том, что муж цыган убил свою жену на почве ревности. И поэтому первоначальное название мелодии «Ревность – цыганское танго». Кстати, у слова «джелези» есть в английском языке и второе значение, кроме ревности – зависть. В общем-то, и логично. Ревность, по сути, и есть чувство зависти к тому, кому реально или мнимо любит объект вашей собственной любви. Однако, вернемся к музыке, написанная хладнокровным и уравновешенным датчанином танго «Ревность» стала настоящим олицетворением любовных страстей и скоро затмила своей славой сам фильм, ради которого и было написано. Фильм мы уже не помним, а музыку слышим часто, и она по-прежнему прекрасна. Якоб Гаде «Танго. Ревность». Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арнелд Бабаджанян, Онегин Гаджи Касимов, «Золотое тамбо». Солист Владимир Волков. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заслуженная артистка в танцовом костюме Владимир Волков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игорь Крутой из стихи Лилии Виноградовой. Рэп-тангл. Солистка Антонина Соколова. Танцуют Анастасия Мирошкина и Александр Мельников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ » Субтитры создавал DimaTorzok 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 но испытать любовь, просто услышав музыку, то для многих, и я не исключение, это музыка Астара Пьетцолла. Пронзительная и чувственная мелодия аргентинского композитора захватывает сердце словно вихрь и не отпускает, заставляя желать невозможного, надеяться, мечтать, почти умирать от страсти. Однажды небольшой оркестр, в котором Пьетцолла играл, на Бонбанионе, решился исполнить его танго на одной из мелонг. Мелонгами называют танцевальное танго вечера. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Танцоры и зрители разделились. Приверженцы традиции не приняли новое видение и покинули зал. Но были те, кому понравилась непривычная музыка. Они перестали танцевать. Они слушали. Пьетцолла сделала в танго то же, что штраус с вальсом. Он превратил танцевальную музыку в высокое искусство, заставив его звучать на мировой сцене в исполнении симфонических оркестров, не утратив ни капли самопытной энергетики, свободной чувственности и пронзительной страсти. Астер Пьетцолла. Либертанго. Танго свободы. Исполняет эстрадный оркестр Костронской филармонии дирижер Сергей Гребенников. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И снова листаем страницы и даже перемещаемся по географической карте. Жанр «Аладина». Это широкоохватный термин, включающий в себя самые разнообразные музыкальные стили из всех регионов и стран Латинской Америки. Вообще, Латинская Америка – регион, который смешал в себе великое множество рас и культур. Коренные индейские племена, потеснившие их в 15-16 веках испанцы, чернокожие рабы, вывозимые из португальских колоний Анголы и Гвинеи, европейцы, искавшие богатство в новом свете или бежавшие от разрушительных войн, потомки смешанных браков – все смешалось в единое, пёстрое целое. Сложность этого нового полиэтнического общества породила уникальную культуру, неотъемлемой частью которой является музыка. Жанры Латина – это романтические баллады и переклички уничных банты, сальсы, самбо и такло. Он может быть гитарно-акустическим, а может оглушать рёбом духовых, но при этом всегда наполнен удивительным чувством ритма и заразительной энергетикой. Диас Асаведа Амурада, что в переводе означает «влюблённый». Соло на кларнете Александр Волков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА